всем привет из северного степного крыма 29 августа 2024 года практически закончили откачку крайнего меда саппора японска и колючки он осталось на одном улье два корпуса сейчас прокачаю наберу для них светло-коричневых рамок поставить под заливку под осенний мед для зимовки я хочу ответить на такой вопрос кто-то задаст наш вопрос вот это третьими корпусами стоят это на сушке стоит забрус ну суш стоит либо забрус суш на выбраковку либо забрус на перетопку то есть осушают пчелки через пленку там стоит на сушке задали мне такой вопрос этому волнует многих кто именно работает северокрымских ульях или хочет работать северокрымских ульях сколько меда нужно в идеале чтобы для зимовки и весеннего развития было в ульях в общем я буду говорить именно за северный крым потому что имея не имею опыта работы в других местах поэтому там надо делать поправки уже каждый сам должен делать в моем случае короче для для зимовки в принципе на зиму уходит по моим наблюдениям на нормальную такую семью до 3 килограмм меда прям вот хорошая вся такая семейка плотненько сидит так ну на два корпуса мне все зимуют два корпуса северокрымского улья или 6 рамок додана в переводе короче по объему на таком объеме я зимую для северного крыма это вполне такой оптимальный объем зимовки пчел больше не нужно больше только одни проблемы в общем чем сильнее семья тем больше проблем потом с ней начинается расплоды зимние повышенный расход кормов там и так далее фестивали зимние когда пчелы перегреваются от большой плотности начинают гонять расплод летают ползимы там изнашиваются с дуру короче корма расходуют в никуда но такие все проблемы в общем чтобы этих всех проблем не было вот стенка 25 миллиметров дерево и объему такой вот короче объем улья 6 рамок додана в зимовку идет или два корпуса северокрымского улья для короче для зимовки зимой 2-3 килограмма где-то среднем уходит на всю зимовку таких ульях расход кормов и основная расход кормов это конечно весеннее развитие весна у нас холодная нестабильная с возвратными холодами в общем чтобы нормально проходило развитие без проблем то есть сколько должно быть меда меда должно быть получается верхний корпус полный залиты на на основной семье то есть полный залитый запечатанный верхний корпус битком нижний корпус на две трети но такого количества меда вполне достаточно для беспроблемной перезимовки и беспроблемного весеннего развития чтобы вообще как бы к ним не заглядывать и вообще ничего не давать никаких дотаций до самого короче до самого уже когда ну до момента когда уже пчелы переходят полностью на самообеспечение когда выравнивается погода стабилизируется в общем и уже идут приносы уже стабильные вообще уже пчелы и себя кормят и начинают уже кубышку как говорится ложить уже магазины оставлю это конец апреля начало мая до этого времени до конца апреля начало мая вот такое количество корма должно быть в отводках более слабых семьях допускается от один корпус один корпус должен быть меда он не обязательно именно сверху должен быть он может быть частично сверху частично снизу ну то есть должно быть там в районе девять так восемь короче тире десять рамок северокрымского улья должно быть печатных меда потому что да на зимовку они сидят меньше чем основная чем семья сильная более отводки более слабые семьи они естественно сидят зимой меньше они там килограмм полтора по съедят может меда ну два максимум хорошо возьмем съедят они основной мед именно у них уйдет на весеннее развитие весной им нужно и нужно а семья когда она слабее чтобы она хорошо развивалась вы хотите чтобы она хорошо развивалась чтобы она мед вам потом собирала еще чтобы она догнала основные семьи и ну и стала тоже медовиком но если вас такие задачи стоят как бы все вы хотите чтобы она вам давала мед следующем году то им надо на весеннее развитие достаточно корма то есть меньше корма вполне возможно меньше я зимовал ну с меньшим количеством кормов зимовал я докармливал лепешки там подкидывал до зимовал ну тогда развитие весеннее будет хуже развиваться будут дольше и по весенним медам либо вообще не отработают либо отработают но гораздо слабее то есть там о том что вот как я как я показывал что уже там конец апреля начало мая магазинчики под мед и погнали собирать там камину конце апреля белая акация засела и погнали собирать акацию там глядичи майская разнотравие пошли 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 короче этого не будет если не будет достаточного количества короче меда там то есть если не будет там именно я решила то есть верхний корпус должен быть полностью печатной и нижний корпус две трети должна быть подлита вот так вот где-то от этого будет уже как бы вполне достаточно потому что все равно обычно там они до холода у меня там расплод это где-то на трех рамках грубо говоря из 9 рама короче три спереди три сзади из нижнем корпусе это короче там три сзади это мед плотняком три спереди это мед и там перга обычно вот так вот они ложат но иногда бывает и сзади пергу ложат но реже чаще пергу они отложат ближе к литку сюда чаще суда не блин больше пергу ложат вот эти вот рамки как бы спереди обычно и на не идут меда перговые там перемешку в общем мед с пергой задние рамки это обычно мед чисто мед но и даже на вот этих рамках где расплод он обычно заканчивается там еще такие венчики как бы есть вот ну в общем берем там то есть две трети где-то примерно так залито половина две трети залито медом нижнего корпуса верхней именно прямо от полностью должен быть битком вот водка в на сегодня как бы у что есть на сегодня у меня на сегодня там минимум меда внизу то есть вот эту я еще скачаю сейчас отберу откачаю как бы еще остается пустые корпуса полностью сверху и немножко меда и перги внизу у пчел все мед перга внизу и расплод и вверху полностью пустые корпуса но которая уже по мере того как я уже отбирал они потихонечку уже начинают у них уже на льно подносят потихонечку там уже это ну то есть по факту вот на конец лета у меня можно сказать что пустые корпуса вторые и осенью сентябрь октябрь они заливаются полностью заливают вот эти вот верхние корпуса обычно это так у меня происходит все хорошо все нормально разнотравия куча сейчас вот дожди прошли позавчера хороший ливень вчера около двух часов с перерывами тоже был хороший ливень это сегодня утром был дождь вот мокро еще как бы не высохла хотя потом солнце светило вот сейчас уже дело к вечеру идет а так солнце светило целый день но полностью не высушила то есть влага есть еще вот видно влага короче земля напиталась влага растения попили сейчас будет разнотравия попрет все это и будет цвести до самых морозов то есть полезет сейчас куча попроклёвалась куча уже лезет разнотравия всякого там куча попроклёвывается еще разнотравия там полезет короче будет до самых морозов 6 это вот и сурепка осенняя вот она уже начала подыматься как можете видеть уже пошла она тут короче яснотки маснотки что он как бы ну все долго перечислять лун эти все будут цвести блин керцы вот эти все вот это короче вот яснотки но вот это так вот покажу тут именно рядом а так вон яснотка короче по округе по округе сейчас много чего зацветет впереди у нас бархатный сезон так называемый в крыму либо вторая весна его называют то есть будет как весной челки оживятся спадут температуры станут более комфортной температуры будет именно как примерно май месяц сентябрь то есть будет примерно как май месяц пойдет разнотравия куча разного цвести пчелки оживятся пасека загудит заревет за это самое но даже немножко как бы матки активизируются так вот но и пойдут приносы но благодаря тому что матки все у меня зажаты на одном корпусе внизу и там они сейчас уже немножко поподлиты медом то есть им не будет возможности слишком много расплода нагонять верхние корпуса они полностью зальют запечатают и не забудут тоже подливать короче там маток будут подливать будут подливать и тем самым как бы сама изолирует маток а так сказать то есть матки там ну грубо говоря на 3 там четырех пятаках потом уже как бы там уже в октябре месяце будут уже на 3 там четырех пятаках как бы этих и вот эти вот пятаки как бы пчелы их сами там медом зальют задавят таким образом и и уже там как бы уже все потом начнется зимовка все потом начинается похолодание там уже циклоны приходят морозы приморозки бьют но бьют морозы разнотравия короче бьют вот с момента того как морозы бьют уже разнотравия обычно это где-то в начале ноября месяца у нас происходит чаще всего так и все и как бы уже с этого момента начинается зимовка то есть приноса уже нет и все и уже можно сказать что начинается зимовка то есть уже корма там не приносятся уже потом только уже потом уже с этого момента они прибывают корма в ульях как бы ну убывать начинает но так как расплода уже к этому времени минимум там и все там последний расплод уже пчелы обычно уже пематки перестают сеять сюда последний расплод запечатывается все он выходит как бы и все там окна теплые эти пчелы молодые облетаются все как бы уже расплода нет но это именно когда внизу вот матки там внизу именно сидят у меня то есть там холодно внизу сверху мед как бы внизу более прохладно матки раньше начинают очень но с похолоданиями заканчивают в общем все эти все и таким образом все у меня уже пчелы готовы как бы это но и этот процесс удача я буду что делать я буду делать только обработки раз в месяц от клеща варо и контроль именно вот заливки вот это буду контролировать как пчелы работают как заливаться если я пачку вижу как большую что-то маловато заливается маловато это тогда будем какие-то меры по докорму будем докармливать как-то если все нормально как но обычно так бывает что все нормально то есть идет заливка я вот вижу что все дождики сейчас прошли разнотравия прет то есть я уже вижу как сейчас уже задатки на перед все что должно быть все хорошо то есть со взятком осенним значит значит должны они в общем затариться полностью зиму такое количество меда как я объяснил должны собрать если у вас этого взятка нет значит вы должны принимать меры по закорму либо вы должны были либо вам нужно оставлять ну самый какой у вас там мед на котором вы хотите зимовать да который вам не жалко пчелам оставлять ну к примеру там подсолнух или там разнотравия да примеру вот значит вы на этом взятки оставляете на каждую семью на каждой семье просто по корпусу меда не отбираете его оставляете его там даете в разрез там по другими до под заливку потом даете там все у вас есть там сафора позднелетний до какой-то мед все вы даете как бы пчелам под заливку этот мед оставляете либо в либо вы там этими до отбираете а по позднелетние у вас там они собираются под залив ну то То есть, короче, хотите, если вы зимует на меду, значит, и у вас нет осеннего взятка. Значит, вы заранее оставляете на каждой семье по корпусу меда, чтобы у вас было стабильно. Чтобы было по корпусу меда. И уже если там внизу как бы недостаточно меда, то тогда можно использовать частичный закорм. То есть, частичный закорм, он именно, то есть, верхняя у вас медовая полностью, а вы докармливаете только, чтобы, ну, они куда-нибудь нести. Если они вверх полностью все залили, вот, ну, второй корпус он полностью залит и запечатан, ну, куда-нибудь нести мед. Естественно, будут они, ну, как сироп вот вы будете, да, например, закорму давать. Ну, и куда они его будут нести? Будут нести вниз, естественно, будут заливать маток, задавливать, короче. Тем самым изолируйте маток, в общем, прекращайте расплод, когда вам нужно. То есть, вы сами регулируете уже там. Закармливать можно как пакетами, как кормушками, там, как на общак, там, ну, каждый уже сам себе выбирает. Как закармливать? Я имею в виду, это все, что вот я сейчас перечисляю, это касается северокрымских ульев. То есть, конкретно северокрымских ульев. Рамка 300 на 145, размером 9-рамочный. На теплый занос у меня вот улья идет. Северокрымские ульи, так называемые. Я именно касаемо этого улья, вот сейчас все объясняю, как должно быть, как бы, в моей местности. Для своей местности делайте поправки. То есть, если у вас зима длиннее, холоднее и так далее, естественно, меда оставлять надо больше, значит, надо это. Ну, либо закармливать надо больше, ну, то есть, там уже делайте поправки. В моей местности вот этого количества меда полностью хватает на всю перезимовку, прямо вот, ну, осень, зима и на полностью на весеннее развитие, аж до самого стабилизации температуры. То есть, не надо вообще закармливать. Ну, хотя для закорма у меня всегда есть мед, немножко оставляю для закорма. Ну, а обычно этот мед я немножко из него беру, там, точечно, где-то там, точечно кому-то даю, где как-то что-то, какие-то у меня сомнения там в семье, что может у них там маловато. Вот, которые обычно, это, которые обычно поднялись там вверх, уже в феврале, там, где-то поднялись вверх, там, я ложу, они горячие, да, и там, как бы у меня какие-то сомнения, что, может быть, как-то там, может, надо их там подкормить. Ну, я так ложу им лепешки, чисто для самоуспокоения. Вот так вот обычно это бывает. Ну, а, в принципе, так вот, если такое количество кормов у всех, как бы, нормально, просто не всегда бывает, не все семьи там именно так вот работают, правильно? Ну, то есть, некоторые семьи могут быть меньше, у них может быть меда, некоторые прямо не зальются, и даже прямо вообще зальются конкретно. А некоторые семьи могут меньше принести меда, ну, это зависит и от силы семьи там и так далее. Вот, поэтому там уже точечно, ну, смотришь, уже контролируешь. Это я говорю именно за идеально, вот в идеально такая нормальная семейка, короче, вот, хорошая все, хорошая ступина такая семейка, средняя и выше среднего, да, так сказать. Вот, и ей такое количество кормов нужно. От этого и отталкивайтесь. Для Крыма именно. Если вы, говорю, где-то севернее там у вас зима длиннее и так далее, делайте поправки. То есть, значит, возможно, вам там надо больше кормов. Хотя, как по мне, плюс-минус там, ну, не думаю, что намного больше у вас уйдет кормов. В принципе, ну, это там уже, говорю, надо смотреть. Это понятно, что если какой-то где-то там на севере вы живете, то понятно, что, как бы, вам вообще такая технология не подходит тогда работы. То есть, северокрымский улей со стенкой из дерева 25 миллиметров для зимовки на улице, вам тогда вообще не подходит для работы. То есть, либо тогда вы их уже заносите, заносите их в зимовник, в ламшанник там. Вот. Ну, либо там как-то уже утепляете их там и так далее. Ну, то есть, я имею в виду, говорю, я поправки именно делайте на то, что это именно вот северный Крым. Вот такая широта. Вот, берите вот эту широту. Это вот северный Крым. Это север Краснодарского края, юг Ростовской области. Ну, вот так вот. Вот эта вот широта примерно там. Это Волгоградская область, да. Ну, вот именно там Волгоград, там плюс-минус, короче. Вот это вот получается широта, да. Для вот этой широты, короче, вот такое количество достаточно получается. Мёда. Вот это вот для зимовки и хорошего весеннего развития. Если вам, говорю, для зимовки, это вообще выше крыши хватает. Если вам не хватит на весеннее развитие, то вы можете также зимовать на таком же количестве. Мёда без проблем. Даже севернее гораздо там. Занести в обшанниках там и так далее. Ну, либо там более тёплые улей делать. Вот. Более толстую стенку. И тогда весной вы просто смотрите. Если весной прохладно, как бы холодно, вы докармливаете просто. Ханди, там, лепёшки медовые там уже. Ну, то есть, необязательно этот мёд весь прям держать в ульях. Если вам этого недостаточно, то, что вам недостаточно, вы можете потом дать. Вы можете так же само хранить мёд в рамках запечатанных. Светлая рамка запечатанная там. Если вы где-то севернее, у вас нет таких проблем прям с молью. У вас раньше холода наступает. То есть, вы без проблем можете сохранить эти рамки. Вот. И потом их просто уже весной, при весенней ревизии, при необходимости, забрать пустые, добавить полномётки там. Либо накинуть ещё просто сверху, просто тупо пройти там, накинуть сверху по корпусу. И всё. И не париться, как говорится, по этому поводу. И дальше спокойно, как бы, ну, спокойно уже весеннее развитие у вас идёт. Но для зимовки, для таких вот именно семей, вот такого плана, для зимовки, я говорю, вполне достаточно вот двух корпусов северокрымского улья. То есть, шестирамочник, такой хорошо, плотно подлитый мёдом, вполне достаточно, это на додан в переводе имею в виду, вполне достаточно для зимовки. Блин, люди зимуют, смотрю, и на севере зимуют шестирамочники вообще без всяких проблем. Перезимовывают, ну, надо делать поправки. Конечно, если у вас морозы минус 50, минус 60, понятно, что вам надо либо снегом их засыпать, либо лучше омшанник иметь, блин, и унести их куда-то в омшанник. Понятно, что там, где будет более ровная температура, потому что минус 50, минус 60, знаете, и медведь в берлоге там, бедолага, тоже мёрзнет. Так что, вот, тут надо делать поправки, как говорится. Для пчёл это не типичные температуры, то есть, на север вы их туда сами затащили этих пчёл, они там не жили вообще от своей природы, и не по своей воле туда, как говорится, заселились эти пчёлы. И раз вы их туда уж заселили насильно, то, значит, будьте добры, создайте им условия более, ну, более благоприятные, как говорится, для зимовки. То есть, омшанник, где будет температура, где будет там, ну, минус 10, пусть минус 20 будет, но не минус 50, не минус 60. Понятно, что минус 50, минус 60 вообще ненормально для зимовки пчёл, чтобы понять. То есть, то, что они там зимуют, это не значит, что это нормально. То есть, это не норма по природе, это не норма. Пчёлы там в этих местностях, в принципе, обычно сами-то и не селились. То есть, они там обычно и вымирали, ну, то есть, они там и не разводились. Это уже человек их туда затащил. А в эту местность, где такие температуры зимой там, где 50-60 норма зимой, обычно в эту местность пчёлы не сами заселились. То есть, их туда человек обычно насильно заселил. А вообще, для пчёл более типичные южные регионы, где они, в принципе, нормально себя чувствуют. И по своей природе обычно сильно далеко на север они не селились. Миллионами лет. Это уже человек их туда притащил. Ладно. Всё, видите, вот под вечер уже начинают некоторые семейки разлётываться. Вон, начинается вон. Более активненький там взяточек. Сейчас начнут. Под вечер и до ночи сейчас начнут летать. Это так. Спасибо за просмотр. Всем пока. Задавайте вопросы, какие ещё интересуют вас. Ну, я вроде уже разжевал. По количеству кормов задали мне такой вопрос. Но это часто задаваемый вопрос. Поэтому решил опять по этой теме снять видео. Объяснить вам. Сам иду сейчас докачиваю. Мне нужен сейчас корпус ещё светло-коричневой суши, чтобы дать замену. Отсюда забрать два корпуса. Вот этих вот сверху. Это сафора японской колючки. Мёд на откачку, на продажу. А сюда взамен даётся. Короче, и всё. И получается, вот вся пасека уже будет у меня на сегодня откач... Ну, уже всё. Ну, можно сказать, откачана. То есть, я сегодня сейчас отберу уже крайнюю семейку и всё. Пасека у меня будет откачана. Дальше уже обработки только. Обработки и контроль заливки. Обработка раз в месяц. Масло полонетаврическое по холстикам. Чаще не буду делать, не вижу смысла. Я в прошлом году делал раз в месяц. И мовка прошла отлично. Развитие весеннее отлично. Мёда принесли прилично. Грех жаловаться даже, несмотря на то, что сезон такой засушливый. Всё это развитие шло нормально. Просто по сравнению с тем, как у коллег было в моей местности, ну, у меня, можно сказать, отлично. Шло развитие я собирал и ранние меда, блин, и в конце апреля магазины уже ставил это, поверьте мне. Большинство пчеловодов, с кем я общался здесь, в моей местности, в это время, как бы, этого не делали. Ну, не имели ещё они силы, как бы. Когда у меня уже собирали мед, они в северокрымских ульях у большинства пчеловодов этой весной, этого года, получается, только-только начиналось развитие весеннее. Поэтому, я говорю, что могу точно сказать, что вот именно обработки раз в месяц вполне достаточные, при такой небольшой заклещённости, как у меня. Ну, такая средняя, да, можно сказать. Есть, есть, как бы, одна семья, пока я увидел без крылку, короче. Вот, так вот. Ну, клещ по-любому ездили, но заклещённость средняя. То есть, одна обработка в месяц вполне достаточно. Не вижу смысла больше пчелок терроризировать. Каждый месяц обработочка будет, короче. Вот, конец августа обработка, конец сентября обработка, конец октября обработка. И там три обработки точно. И четвёртую буду ловить без расплод. То есть, холода, расплод прекращается. И потом ловлю. Ну, вот, в прошлом году я поймал, это было 1 декабря. В первый день зимы мы провели обработку. Было тепло, было плюс 20 где-то так. Короче, оттепель пришла, там пару дней, и нам хватило, этого обработали. Скинули максимально клеща, и всё как бы. Вот, то есть, три обработки стабильно. И четвёртую обработку буду ловить. Ловить момент, когда похолодание будет, пчёлы посидят в клубах. Потом резко оттепель, когда она будет, там, где-то, я говорю, где-то ближе к зиме уже. Уже точно я буду знать, что расплода нет. Всё уже после холодов, после морозов, там всё побьёт. Как бы это самое, ловлю момент и делаю ещё четвёртую обработку. Вот как я в прошлом году. Мне понравилась вообще эффективность, ну, просто бомба. После этого, я говорю, чтобы вы понимали, я ещё на сегодня, вот на сегодня, получается, уже сколько прошло времени, вот уже сейчас осенью, да, уже чуть не год будет сейчас, сколько месяцев я не проводил ни одной обработки. Вообще, то есть, никаких обработок больше на пасеке не делал я в этом году. Вообще, вот в этом году ещё ни одной обработки не делал. Благодаря тому, что вот провёл вот такие четыре обработки, поэтому, конечно, мне понравилась эффективность этих обработок, именно, ни много, ни мало, в самый раз. Масло полонетаврическое, органика. Всё, всем пока. Иду докачивать мёд, потому что надо мне добрать вот эту семейку, чтобы уже всё, как бы, запиналить, откачку.